В общем, перед отъездом в Башкирию далекую есть слово. А ну как бы, да, вот Каирос пришел его высвободить. Смотрите, один умный человек по имени Авраам, но не тот Авраам, которого мы в Библии, другой Авраам, попозже жил, он сказал, и он вождь был, вождь одной из наций на земле, вот этот Авраам, не так давно, кстати, ну его уже нет, естественно, он сказал, если вы дадите мне большое дерево и скажете, у тебя 6 часов, чтобы срубить его, то 4 часа я потрачу, чтобы заточить топор. То есть в 2 раза больше времени я уделю тому, чтобы наточить топор, чем буду рубать. Потому что когда топор идеально острый, ты срубишь дерево очень быстро. А если он тупой, и 6 часов может не хватить на это дело. И этот человек, он был, да, он вождь большого нации, поэтому там нужна определенная мудрость. Что в этом слове такого? В этом слове есть то, что подготовка всегда занимает успешного дела, подготовка занимает в 2 раза больше, чем сам, само, ну как бы реализация видимая. А если взять жизнь Иисуса Христа, то так в 10 раз больше заняло. 30 лет неизвестности и подготовки и 3,5 года служения. Вот так вот, 30 лет он был затачиваем, хотя он и сын, однако все равно. Ему пришлось смирять себя, учиться, искушенный был во всем. То есть все это проходить ему пришлось. И эти все годы шла заточка, чтобы потом... И уже без осечки. Нас Господь в Библии часто сравнивает с чем? С домом. С зданиями. Он говорит, вы как дом духовный, вселюсь в них, то есть буду жить. Вы, тела ваши храма. А храм это что? Это здание. Ну, понимание, точнее, надувной шарик. Это здание, это какое-то помещение, которое в Израиле описывается. И у книги из Икииля описывается в таких деталях этот храм для чего-то нам. Где какие комнаты и так далее. И он сравнивает нас со зданием. И кто строил, знает, что здание начинается с фундамента. Если, конечно, какой-то туалет там построить, такой вот на улице, там не надо основания особого, будку собачью. Но если даже какой-то элементарный дом, где кто-то будет жить, надо все равно какой-то фундамент хотя бы небольшой, но делать. А когда строится большое здание, этажей на 20, какой там котлован? Огромный. Туда вбиваются эти сваи. Как они называются? Опоры. Все это заливается. Потому что если основание будет ненадлежащее, все рухнет. И перед тем, как начинают строить там, вот сейчас мост строили крымские. Это грандиозное строительство. И перед тем, как построить мост, нужно было построить основание. И здесь была самая сложная часть. То, что положить сверху дорогу, это не было уже сложным моментом. И перед тем, как что-то начинают строить, большое такое, грандиозное, проходят иногда месяцы или даже больше подготовки, расчеты, исследования. Видели, с такими стоят иногда приборами, путаешь иногда с гаичниками их. Геодезисты измеряют. Я даже не понимаю, один там стоит, другой отражается, что-то меряют. Потому что если не уделить этому вниманию, так, да ладно, что, нормально, вроде ровненько все. Давай вот тут будем строить торговый центр. И он потом провалился под землю с людьми или там с рабочими. Поэтому, когда есть ошибки в основании, здание обречено. Обречено. Хоть что ты делай. Ну, я не буду там зарисовывать сейчас, тратить это время. Но, то есть, если в основании допущена вот какая-то, какой-то вот просчет внизу. И потом уже налили бетона, потом уже начали строить. И видят, что-то пошло не так. Как это исправить? Другого пути нет, как разрушить все до основания и углубиться и исправить это в основании. Нельзя покрасить, побелить или там, я не знаю, как-то, но я тебя все равно буду любовью обнимать. Ты обнимай сколько хочешь, здание рухнет. Нет, давайте, давайте как-то исповедовать не получится. Если в основании есть просчет, есть ошибка, здание обречено. Основание в разы важнее самого здания. Потому что в здании можно допустить ошибку, окно не туда поставить, крышу коса. Потом это все переделать намного проще. Но когда уже выгнали, да, вот эту коробку, выгнали стены, и вдруг начинается проблема, что-то трескается, проваливается, рушится. И ты понимаешь, что, ну а что делать? Надо все сносить или разбирать и по новой делать. Несколько мест из Писания, очень известных, очень таких знаменитых. Но читать Библию на служениях всегда-всегда в тему. Седьмая глава Матфея. Итак, 24 стих. Итак, всякого, кто слушает слова мои. Вот это ключ к этой всей истории. Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их. Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. А камень это он. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и падение было великое его. Великое. Почему великое падение? Потому что чем больше дом, тем громче он падает. Когда, вы видели, когда сносится здание, где взрывчатку кладут? В основание. Не на крышу ее закладывают, не в середину, а в основание. А если есть подвал, то в подвал, туда вот, где основа, где корень, потому что подорви корень, и рухнет все здание. Этот принцип духовный. Если наши корни больны, неважно сколько плодов на мне висит, какая большая у меня крона, дерево обречено, если у него поражен корень. Если поражена ветка, отломалась, отпилились, ветер подул, что-то там, оно выживет, вырастут новые. Но если поражен корень, вот это невидимое. Бывает, смотришь, упало дерево, внешне красивое, а смотришь, внутри гнилое. Корень поврежден, основание было поврежденное. Псалом 10, стих 3 написано. Когда разрушены основания, что сделает праведник? В этом стихе есть такая, знаете, безысходность. То есть, если разрушены основания, ты можешь быть праведником, ты можешь быть хорошим человеком. Мы можем строить здание, детский дом, это же не публичный дом, это детский дом для детей, то есть для бездомных. Но если основание поврежденное или неправильно, он рухнет, неважно, детский это дом, публичный это дом или правительство дом. Неважно, какие добрые у нас намерения, если в основании ошибка, здание обречено, любое, церковь, храм, буддийский храм, неважно, обречено. И вот чем ближе мы к Господу, вообще Господь назван основанием, краеугольным камнем, фундаментом, на нем все стоит. То есть, Бог положил в основание самое лучшее, что есть у Него. Это Иисус Христос. Никто не может положить другого основания, кроме уже положенного, когда мы говорим о Доме Божьем. Христос основание всего. Ну, Христос ли основание всего, что мы делаем? Вот в чем вопрос. Римлянам 11.16, там написано, что, это тема об Израиле, но написано, если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если бы в основании не лежал Иисус Христос, все творение было бы давно уничтожено. Люди, несмотря на все свое вот это вот противление Богу, все еще живы и все еще имеют возможность спасаться. Все не рухнуло только потому, что оно на Христе стоит, на надежном основании. Это в глобальном смысле, но в локальном смысле мы строим, мы тоже, вот Артур Кац, у него есть эти книги, основания, да, апостольские основания, апостольские основания. И в одной из книг он говорит, как ты не крутись, как ты не старайся, каждый из нас отражает свое начало или свое основание. Каждый человек являет то, что он заложил в начале, в фундамент своей жизни, как дома, как строение. И если основание неправильное, недостаточно крепкое, или его вообще нет, как на песке вот строит человек, то какой бы ни был я хороший праведник, мое здание рухнет, просто вопрос времени. Так вот, к чему я сказал, почему Христос основание? Видите, это его статус в творении, он основание, на котором все творение стоит. И чем ближе мы к нему, тем важнее наше основание становится. Когда основание заложено неправильно, здание, строящееся на нем, обречено. Его падение – это только вопрос времени. Через день, или через год, или через 10 лет оно упадет, оно обязательно упадет, рухнет. Или его придется разобрать. И можно ходить на консультации, на молитвы освобождения, можно ходить на какие-то школы. Это косметический ремонт не поможет. Вот знаете, когда трещина пошла в стене, ее можно замазывать, скобами какими-то стягивать. Это все не поможет, здание рухнет. И жить в таком здании страшно, опасно для жизни. Потому что ты не знаешь, когда оно просядет и уйдет под землю. Чем больше строительство планируется, тем больше вбухивается денег. Мы вот в Израиле, в Тель-Авиве, кстати, в самом центре строят небоскреб. И я подошел посмотреть, там такая глубина. Они выкопали до скалы, чтобы именно туда вот. И туда в сваи огромные, бетонные вставляют. Просто вот вкручиваются туда в скалу. Потому что этот небоскреб должен не упасть. Ни от землетрясения, ни от ветра, ни от наводнения. И выдержать попадания и бомб, и ракет. Потому что в Израиле это актуально. И там еще должно внизу быть бомбоубежище. И чтобы его туда не засыпало вместе с людьми. Поэтому этому уделяется. И туда вбухивается куча денег. Но мы-то как думаем, этого же никто не оценит. Этого же никто не увидит. Какая разница, что там. Насыпали песка, бута, мусора какого-то. Пойдет. Это же никто не видит. Все увидят красивые фасады. Красивые окна, витрины, витражи. Вот куда надо вложиться по полной. И вот оно такое стоит. И мы иногда смотрим, думаем, что случилось с человеком? Его жизнь рухнула. Почему рушатся жизни? Да в 90 случаев из 100 это основание неправильное. На котором строилось все. Одно из составляющих основания, когда мы говорим основание, основание, о чем конкретно мы говорим, идет речь. Это мотивы и побудительные причины, по которым я делаю то или иное. Это касается служения, это касается отношений, это касается любого дела, которым я занят, какие побудительные причины, почему я этим занялся. И если мы могли бы видеть, ну то есть видя здание, сразу видя человека, мотивы, почему он этим занимается, мы бы ужаснулись, какие мотивы приводят людей даже в служение Богу. Мы бы иногда, мы бы отказались, как Господь, я не хочу больше знать этого. Это слишком тяжелое бремя понимать, почему, что человек может быть в служении, строить какие-то добрые дела, но его мотив не верен в корни. Там эгоизм, там амбиции, там расчет, там корость, там похоть, там еще что-то. В этих мотивах, и эти мотивы вина может быть. И этими мотивами человек может быть воротить горы на самом деле. Но если в основании есть какой-то подобный элемент, это как трещина, это как в фундаменте ошибка. Издание рухнет, жизнь рухнет, служение рухнет. Это рухнет, это вопрос времени. Это одна из причин, почему пастырские церкви не будут в апостольский переходить формат, пока они не будут разрушены до основания. У них другое основание. На том основании, на котором стоит пастырский формат, невозможно построить апостольское, потому что оно разрушится. И нам написано, Ефесянам, быв утверждены на основании апостолов и пророков. Вот на чем строится церковь. Пастыр, как пастыр, как служитель, чтобы ему выйти из этой пастырской шкуры, я не знаю, как это назвать, но вот из пастырского формата и войти в апостольский придется пережить полное разрушение под ноль жизни. Он не может просто перейти, потому что основание другое там. И это сложно объяснять, пока вы не станете в один день на место пастыра и не поймете, как это все работает. И когда вы познакомитесь близко с пастырской средой, это все становится вот просто очевидно, как белый день. Что очень много пастыров занимаются этим с неправильными мотивами. Они туда попали с неправильными мотивами. Вы знаете, что есть служения, успешные служения, которые были основаны на амбициях просто человеческих. Да мы сейчас покажем. И у людей есть помазание. У Люцифера было помазание, как у Херувима. Это его не остановило. А вопрос не в том, какое на мне помазание, а вопрос в том, что я делаю с этим помазанием. Как я использую свое помазание, чтобы набивать карманы или какие-то в своих корыстных интересах, или манипулировать людьми, или кого-то придавить, задавить своим авторитетом, который у меня от Бога. За то, что у меня есть помазание, награды не будет. Награда идет за то, что я делаю с этим помазанием. И оно может быть такое. Господи, не Твоим ли именем я пророчествовал? Не Твоим ли именем я изгонял бед? Не Твоим ли... Не Твоим ли... Да, моим, но я Тебя не знаю. Твои мотивы неверны. Ты двигался гордостью, похотью, алчностью, амбициями. Заказать, показать. И свое лицо лепил везде, где только можно, чтобы все тебя узнавали и хотели. Знаете, что в корне похоти? Хотеть. Хотеть. Реклама на что рассчитана? Чтобы мы восхотели какой-то товар. Ходят с этими наушниками эполовскими. Почему? Они некрасивые, честно. Палка торчит сухо. Есть сейчас красивые такие маленькие, аккуратненькие, какие-то другие фирмы. Но все ходят с палками. Почему? Потому что реклама заставляет человека хотеть. И это яблочко на Эпл не случайно там. Это плод. Вожделенно. И люди заходят и смотрят. Вожделенно. И вот эти вот, я заметил, наушники вот эти в магазинах отдельно. Эпл отдельно всегда стоит. Потому что вот там это жертвенник. Там они не признают ничего другого, никаких конкурентов рядом. У нас свой жертвенник. И люди сюда приходят шлюни пускать. Сердце свое туда вкладывать. Смотря просто на эти товары. Я хочу. Я хочу. И он говорит, ты хочешь меня. Ты посмотри, какие сексуальные наушники. Представь, как ты будешь выглядеть. Это как оргазм такой эстетический человек. И люди тратят такие деньжища на эту фигню. Которая через полгода никому не надо уже. На это расчет. Так вот, в служении разве этого нету? Хотеть. Хотеть. Когда это лицо везде с похотливым таким мотивом выставляется. И его лицо это начинает хотеть. Вот бы к нам приехал. Он. Кто? Он. Вот тот вот с бородой и усами. Да. А для чего? Ах, это такая, это такая. То есть люди, вот когда берешь в руки, ну эти наушники. Они ничем не лучше, они ничем не лучше других. Они все точно так же. Идет звук, все. Громче, тише. Но есть похоть, похоть. Вот это вот необъяснимое желание обладать чем-то. И мы в школе уже тоже вот с ребенком. Там мода какая-то. Вот у всех должна быть вот такая вещь. Вот такие штаны или такая обувь. И она говорит, вот эти мне купите. Потому что у всех такие. Это признак какой-то. Вот я хочу этим обладать просто. Неудобно, некрасиво, но я хочу это обладать. Но даже восприятие этого всего меняется. Итак, мотивы. Побудительные причины. Как помните, Юра Сабинин, он как-то делился, пастор, что, молясь за людей, однажды он увидел свой мотив, что ему глубоко наплевать на людей. Он упивается тем, как они падают от его молитв. Тем, как они вот, ну, знаете, вот. И он чувствовал удовлетворение от этого. Это все видят. Такая сила. Я такой мощный помазанник. И Бог его обличил, и он это принял, слава Богу. Но не все это принимают, не все это видят. Кто-то продолжает этим упиваться. И потом... А что она упала? Падают, потому что в основании была вот какая-то нечистота. Чуть-чуть. Не доделал. Надо 50 тонн. Да ладно, 40 положим тонн бетона. Что эти 10 тонн? Это же я себе машину куплю сейчас. Да ладно, ну что там 40, 50, плюс-минус там. Напишем 50, положим 40. И потом падает и гибнет. Ну, то есть падение, как сказано, великое. Великое. Печально это происходит. Но даже в этих падениях есть милость Божья. Все начать сначала. Я, когда за эту тему думал, вспоминал кубик Рубика, где, чтобы собирать следующий этап, надо разрушать предыдущий всегда. То есть все, вот очень часто эти процессы происходят. Ну, конечно, ну, учащаться не хотелось бы. Итак, когда в основании что-то неправильное? Какие вообще, вот я выписал несколько вариантов проблемы с основанием. Первое, вообще нет основания. Без основания. Ну, просто, давай, давай. Как ты попал в пасторское служение? Да мне сказали, иди, микрофон бери и говори что-нибудь. Я пошел и говорил уже пять лет. Есть. Люди попадают. Один пастор говорит, слушай, я с ним общался. Он говорит, слушай, мне это, просто, мне сюда назначили. Меня назначили сюда, меня послали. Я не хочу, мне не нравится здесь, я хочу домой вообще-то. Но я вынужден, потому что я в своей вот этой союзе, меня назначили, я вынужден здесь быть. И я вижу, что как ему это время тяжкое, эта церковь. И потом, когда возможность пришла, он быстро бросил и уехал. Потому что, вот, это неправильное основание. Какая там у него может быть, ну, без основания. Второе, это поврежденное основание. То есть, основание, в котором трещина, фундамент, в котором какой-то недочет. То есть, что-то было упущено, или что-то было заложено греховное изначально, но незамеченное это было. То есть, что-то, отношения, которые основаны на похоти, разве могут они быть чистыми и святыми? Никогда. Отношения, которые основаны на расчете каком-то. Так, вот это, ты мне, ага, вот этот. Так, ага, вот этот лучше, да, да, да. Там не может быть ничего, оно рухнет. Отношения, которые основаны на доминировании, гордыне, превозношении. Она будет, да, эта жена смиряться, вроде как смиряется, если муж ее гнобит и угнетает, эти отношения рухнут. Рано или поздно. Или будет одна видимость. А на самом деле дома и нет у него кого. Поврежденные основания. Третье, недостаточные основания. То есть, когда мы строим большой дом, основания там чуть-чуть накопали для виду, что-то вроде как. Да все нормально. Все, ты прошел, прошел. Подготовка закончена, закончена. Все, я испытан, испытан. Ну, нормально, начинаем. Погнали. Мутим, мутим. И четвертое, я выделил, это неподходящее или чужое, неправильное основание. То есть, основание должно соответствовать зданию, призванию, статусу, помазанию. Вот что определяет основание. Если мы берем основание от другого дома, оно может не подойти просто-напросто. Но, согласитесь, лучше перебдеть в основании. Да, пусть оно будет больше, чем надо. Пусть оно туда будет вложено в два раза больше, чем на самом деле ему надо. Это же еще лучше. Это же еще даже лучше. Чем окажется, что строили уже 150 этаж, заканчиваемый, вдруг выясняется. Недостаточно. И начинаются какие-то подпорочки такие, скотчем, подорожником. Вот эти срочно спасаем служение, спасаем здание. Пожалуйста, давайте все вот так вот. И так вот на языках. Держим, держим, держим. Это не жизнь. Это не жизнь. Это все рухнет. Когда-то наши силы иссягнут просто это все. Подпорочки уже перестанут выдерживать. Поэтому основание должно быть соответствующего. И другого пути, если мы уже обнаружили, достраивая 150 этаж, что проблемы с основанием, нету другого пути, как разобрать все здание. Или снести его. Приходится. Или оно упадет само. Тут уже другой вопрос. Поэтому есть моменты, когда надо с себя все погоны снять, все звания, все титулы. Вот это единственный путь начать что-то заново. То есть, обнулиться. Обнулиться. Что такое обнуление? Это когда у тебя было тысячу друзей ВКонтакте, а стало ноль. Пять тысяч фотографий, а стало ноль. Обнулился. Нет, если люди, они увлеклись обнулением. У меня один знакомый есть. У него что ни день, то новая какая-то страничка. Он все ищет, все не может найти. Пусть лучше так, чем начать воротить, а основания нет. Мы увидим, да, как рушится служение, рушится служение служителей. И это будет Божья рука. Потому что пока они не пройдут разрушение в ноль, они в апостольский формат не войдут. И мы, я верю, увидим не всех, но некоторых пасторов, прошедших это и вошедших в апостольский формат. Прошедших, да, посрамление, позор, стыд, срам, разрушение. Но покуда, покуда человек цепляется, говорит, нет, это все равно мое, я все равно буду это держать. Значит, годы, годы будут уходить еще. Хорошо в теории, на практике намного тяжелее. То есть, если в зачатии, если в основании, почему вот момент, когда начинается ребенок, он важен? Потому что если при зачатии, ну, неправильное что-то туда попадает, закладывается, его вся жизнь будет такой развиваться. Если в зачатии, в основании чего-то была похоть, гордость, алчность, корыстный расчет, амбиции, это основание, ну, это песок, это трухля. Оно треснутое, оно хрупкое и не важно, что удалось построить на нем. Не важно. Посмотрите, уже пять лет, и мы процветаем. Это не важно. Неизбежно будет разрушение. Через пять, через десять, через двадцать лет оно будет. Самое худшее, это когда это разрушение приходит, когда уже человек в вечность заходит. И все его дело сгорает. И оказывается, все, что строилось, ерунда, пустота. Господь в этом селиться не будет. Вы заселитесь в дом, в котором проблемы с основанием, трещины пошли какие-то там? Живи, Сережа, заходи. Посмотри, какие хоромы я тебе предлагаю. Зачем? Я ночью могу не проснуться тут. И ты лежишь, и уже слышишь. Что-то там тянется, рвется, трескается. Тогда бежать с этого дома надо. Многие недооценивают важность основания, но именно оно определяет потенциал здания. Именно основание, в нем судьба всего строения. Слава Богу за время, за хронос, за время, которое у нас есть, чтобы, если мы допустили ошибку, перестроить все заново. Что если мы где-то прем, ну мы прем к Господу, но даже заблуждаемся искренне. В наших мотивах неправильное что-то, но мы к нему бежим, стремимся все ближе к нему, как к основанию. И приходят суды, и разрушают всю нашу жизнь, или то, что мы чем занимались. И через это мы можем начать заново, умерев для всего этого старого. И это милость Божья, что иногда и раз, и два, и три такое можно проходить за жизнь. Я не имею в виду сейчас, вот то, что я почувствовал, сейчас вопрос не в том, чтобы идеально все было. Вот чтобы вообще, никакого изъяна, никакой так, тихо, не дышите, не дышите, основание закладывается. Ты не приходи больше на служение, оно сейчас основание закладывается, потом придешь. Мало ли, что я там какую-то внесешь, не ту лепту. Глупость. Не, мы люди с проблемами, у всех есть проблемы, рано или поздно они вылазят. Но в основании все-таки, вот есть, как сказать, есть искренность, искренность. И с искренним, Бог поступает, искренне, а с лукавым, то есть, если человек думает, я обману всех, даже Бога. Я вот, как бы он не заметит, вот того, что у меня там, у меня же помазание, он же мне дал, он же, как он, не забирает же. И я сейчас вот это, ага, прокручу, прокручу, вот это то, и как-то так подмажем, и поедем, и поедем. Не прокатит. С лукавым по лукавству его Бог поступает. Ты думал, что ты обманешь меня, ну смотри, это такая глупость. Господь, он все видит и все знает, еще слова на языке нет. Бывает, что человек подходит какой-то пообщаться, вот когда, ну вот, новые люди. А внутри идет отторжение этого человека, хотя он мне ничего не сделал плохого. Но Господь знает мотивы людей. У меня такого не было, но один служитель рассказывает, когда женщина пришла на служение, а у них большое служение, и она сказала, Бог мне сказал пожертвовать сколько-то там сотен тысяч долларов вам в служении. А в любом служении деньги всегда нужны, особенно когда большое, а у них миссионерское. И он сказал, я буду молиться, я вам дам ответ. И он молился, и Бог сказал, не бери. Через это она будет контролировать тебя. И она будет пытаться манипулировать. И он сказал, следующий день, Бог сказал мне не брать. И он говорит, в ней просто бесы проявились. Она начала кричать, обвинять. Ну то есть, вот эта вся натура вылезла. И другой случай, когда, наш случай, 90-е годы, я рассказывал, но тут есть те, кто не знает, 90-е годы, нищета, кто помнит нищету эту? Мивины. Ну то есть, денег нету. В церкви, конечно, какие пожертвования, у людей нет денег. И там один пришел, говорит, пастор, помолитесь, что вот Бог дал мне совершить сделку, я десятину принесу в церковь. Помолились, все получилось, он принес 100 долларов. 100 долларов. 100 долларов, это, я же еще раз повторяю, это ты царь жизни. Вот, 90-е. 100 долларов в месяц, это, ну, зарплата, если была, это просто, ну как сейчас, не знаю, тысяч 50 рублей. Ну то есть, ощутимая сумма. И папа мой говорит, что он обрадовался, класс, мы можем купить там аппаратуру какую-то или что-то. А Бог сказал, не тратьте, за ними вернуться. Он отложил. И через какое-то время дядечка оказался очень таким мощным, крутым мужиком, маму послал. Маму прислал, и мама сказала, отдайте, вы, сектанты, выдурили с нас. Верните ли в милицию пойдем. А он говорит, не, все в порядке, вот они лежат, мы ждали вас, забирайте, идите с Богом. То есть, Бог видит мотивы людей, очень часто он их открывает нам. Еще мы, а мы не знаем, чего, ну почему, ну не знаю я почему. Человек подходит такой, ой, так хочется, а оно, он не лежит, он так и дружить хочет, и так, и так, как бы, как бы, вот, чтобы оно вообще, ну не хочется с ним даже время проводить, потому что Бог видит мотивы, и не открывая нам, конечно, этих мотивов, уберегает нас. Потому что если в отношениях изначально заложен неправильный мотив, они рухнут, любая дружба, любая сослуживость, вот это вот мы, ну где-то вот, да, вот, как враг, ему же много не надо, ему надо что-то так закинуть, там, тебя тут не ценят. Все, 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 иди, молись, поклоняйся, дружите, шашлычки там все, а семечко попало. И оно начинает вот, нет-нет, да, что-то где-то чуть-чуть не так, а, я же тебе говорил, Север, ты же помнишь, тебя тут не ценят, ты видишь, ты мусор, для них мусор, что-то есть, что нет. И потом, если с этим, да, вот этому дать, эта маленькая, такая, опухоль, маленькая такая, вот, начинает расти, и она может сожрать просто человека. И потом все это разрушаться должно, болезненно, проходить какие-то годы, пока это все заживет, восстановится, и есть шанс начать сначала уже по-другому. Как мы говорим иногда, о, если бы мне тогда эти мозги, как бы я бы все по-другому бы делал, а как бы мы эти мозги получили, если бы мы это все не проверили и не попробовали. В этом-то и мудрость. Мы, я общался с, с кем-то, вот я уже не помню с кем, столько всяких общений. Я говорю, знаете, вот мой отец, Ребе Юзек, вот мы сейчас в Израиле пересеклись, пять лет я не видел его, уже подзабыл так. И вот мы побыли вместе какое-то время, и я увидел, что он уже ни от чего не раздражается. Вот у него я не видел ни разу, чтобы что-то его какая-то, ну там, не раздражило. Знаете, у меня бывает такое, нет, что эти арабы, там евреи, что там в Израиле бывает, что тебя там хотят обмануть или что-то там, ну такое. Или что-то где-то не так идет, уставший ты такой, шо вы тут столпились, дайте пройти. И я вижу, у него постоянный шалом, там и разные ситуации были, но он ходит в таком шаломе, такой, мы идем на этот, как его, с Девора еще там с ребятами, на Елеонскую гору мы идем, идите, идите, я тут кофе попью, посижу возле горы, вы вернете, я вас помолюсь отсюда, идите, молитесь, детки. И он там сел, сидел в кафе, ждал, пока мы там поговорили, там высоко просто идти было, и жарко. И вот он в этом шаломе, и я за все время не увидел никакого раздражения или какого-то недовольства. Я это кому-то рассказывал, этот человек мне говорит, это плод, это мудрость, вот это есть мудрость, когда ты уже не теряешь мир, когда уже нету ситуации, опоздал на самолет, не приехал чемодан, там украли деньги, что-то не то принесли покушать, это все не лишает, ты продолжаешь пребывать в шаломе. И действительно, это хороший пример. Ну, как туда попасть? А попасть туда можно, только пройдя школу жизни. Поэтому молодые, горячие, буйные, много вот еще по плоти пхнем, и потом все это должно, да, разрушаться, перевариваться. И уже, когда такие люди, когда ты входишь в зрелость, в мудрость, каждое решение, оно уже не будет таким вот, с чем? Мы уже это все проходили, кому-то что-то доказать. Сейчас мы построим тут большую церковь, чтобы все сказали, ах, или мы сейчас тут запустим проект, и все будут хотеть его, уже это не нужно. Все, как помните, этот анекдот про того гитариста, где он нашел, он свою ноту нашел. Это молодые, он ему хорошо. Дедушка сидит, он уже в шалом вошел, нашел свою. Поэтому, если что-то, они куда-то, как сказать, когда зрелый человек, он уже не вклинивается где попало, где угодно, побежали бомбить, побежали, нет, бегите, ребята, бегите, я подожду, пока Господь, мы уже это прошли, бегали, уже везде, где можно. Итак, вот такое вот послание, что основание, если в нем проблема, то придется пережить разрушение, а нету другого пути. Мы можем молиться, мы можем стоять и поддерживать, но оно все равно рухнет, когда мы устанем это делать. Никто, никто не призван жить на какой-то подкачке от остальных постоянной. Вот пока его там капельницу ставят, он дышит, только убрали, он помирает сразу. Пока его носят, он вроде ходит. Мы, какое-то время, мы должны служить друг другу, да, но нельзя жить в такой зависимости, как инвалид духовный, чтобы меня кто-то за меня не помолятся. Аминь. Господь Иисус, Ты есть краеугольный камень, драгоценный, испытанный, надежный, непоколебимый. И мы благодарим Тебя, что мы живы, потому что наша жизнь, она стоит на Тебе. Но также мы молимся, чтобы эти основания неверные, неправильные, где мы еще что-то ловим, что-то делаем, чтобы пришло туда, туда мудрость, домостроительство. Если надо, было снесено то, что было настроено. Хорошее оно, плохое, большое, маленькое, чтобы все эти изъяны, основания были устранены. Мы знаем, что когда Твоя слава сходит, если основание, оно хрупкое, то все рухнет под этим весом. И нету другого основания, кроме того, что положил Ты. И Ты сказал, что краеугольный камень Христос, основание апостолы и пророки. И на этом основании строится все здание, весь храм. Освети наши корни, освети наши основания, Господь. Насколько это возможно, но если невозможно, пусть будут происходить эти сокрушения для того, чтобы начаток был свят, для того, чтобы в основании была воля Твоя, а не наши похоти или амбиции. Чтобы нам основываться на слове Твоем, на Твоем призыве, на послушании Тебе и Твоему слову, Твоему Рэма. А не на том, что где-то что-то мы захотели и начали это делать. Это будет разрушено лукавство, которое все еще есть в основании. И придет открытость, чистота и искренность в отношениях с Тобой и друг с другом. мы молимся, чтобы суды пришли на лукавство. Там, где лукавство имеет место и отравляет, пусть придет освящение и очищение и придет, может быть, неприятное, но единственно верная открытость перед истиной Твоей. И Твое слово судит помышления и намерения сердечные. Аминь. Это то, что надо сказать в конце. Что же тогда является единственным основанием это воля Божья? Это когда я знаю, что это Бог хочет, чтобы я делал. Не чужие какие-то учения меня туда втолкнули. Один говорит, а почему вы назвали так церковь свою? Все так называли и мы назвали. Это сказал пастор огромный церковь. Тогда было модно называть вот так церковь. Лучше дождаться, лучше потратить четыре часа на заточку, чем потом потратить пол жизни и не срубить это дерево. Натереть мозоли и в итоге ни то, ни то. и пока мы точим, затачиваемся, кто-то уже пошел рубать и говорит, ты дурак, посмотри, где я уже. Но когда мы срубаем свое дерево, они еще к половине не подошли, потому что устали. Если притупится топор, надо будет напрягать силы. Знаете, одна из вещей, которые, не знаю, я чувствую сказать, мы должны довериться Богу в устроении своей жизни. Иногда мы полагаемся, что кто-то нам поможет. Он сказал мужу, слушающему мое слово, исполняющему, подоблю тому, кто нас в коле строит. почему я делаю то или это? Господь сказал это делать. Господь хочет это делать. Это даже не то, что я прям хочу, прям жажду. Апостол сказал, я хочу скорее уйти с этой земли, но мне надо оставаться для вас, потому что этого хочет Господь. Одна из вещей, которая вот просто это сводничество в церкви, знаете, сводничество. Особенно это процветает, где репцентры, где всех хотят переженить как можно скорее. Так, Сережа, ага, холостой, смотри, там есть одна сестричка, хорошенькая такая сестричка. Давайте вот мы где-то там на ячеечку, на молитву, и вы там поженитесь. И потом это все почему бы не довериться Богу, Господь, что ты, неужели ты не можешь меня с моей свести, да? Ну да, кто мог подумать? Когда Олег с Ксюшей, я помню, они говорят, мы сами, мы, мы не знаем, даже не представляем. Их бы никто в здравом уме сводить не стал, да? Поэтому слушай, почему? Да не потому, что меня Дуся с Машей поженили, помужали, и я вот там где-то что-то, кого-то нашли. Потому, что Господь свел меня с этим человеком. То есть нам не надо никуда спешить. Просто вот это все лучше, знаете, лучше человеку вообще, как Павел говорит, одному оставаться. Лучше. Вот серьезно. Я сейчас смотрю, особенно вот молодые ребята, я сейчас поеду в Стерлитамак, и там эти, как его, ну, молодежное служение тоже. Знаешь, я когда вышел там к молодежное служение, я вдруг понял, что я уже такой дедушка. Я себя никогда таким не чувствовал. Там смотрю, ребята 15 лет, 12, знаешь, сидят. Такие вот такое, вот столько же только молодежи вся. Все такие. Ну, такие вообще. Я думаю, вау, я думал, я где-то недалеко, а уже там в 2-3 раза старше. И что? Их надо наставлять. Наставь юношу при начале, вот оно основание, начале пути. Поэтому мы смотрим, почему кто-то стоит, на него дуют, рушат, ломают, оно стоит. Вы знаете, вот, ну, пусть даже запишется, это так не сильно хотел сказать. Последнее время, я пока не знаю, к чему это ведет, поэтому я об этом не афиширую, но я верю, что, я такое получил, что вот этот знак, треугольник и глаз, это еще знак до потопа, который был, вавилонский, вот этот вот. То есть, вот этот символ, и то, что сейчас эти там масоны, еще какие-то, это все, это все, как бы, наследники той культуры. Как оно, я пока не знаю, как оно перешло оттуда, но оно перешло. И вот эти здания, которые многие сегодня на земле, это здания допотопные, которые потом просто заселили, вот эти самые грандиозные. Они говорят, это архитектура там прошлого. Почему они выдерживают? Потому что основания у них. У них основания, там их откопать не могут, эти основания. Их начинают трыть, а там уходят этажи под землю, просто все заливают бетоном, что туда никто не лазил и не терялся. Там основания такие делали, то есть люди понимали, чтобы построить Вавилонскую башню до неба, представьте, какое основание должно там было быть. Где оно сейчас, непонятно. Говорят, нашли там, но все это ерунда. Потому что, если просто начать строить из кирпичей, оно рухнет под своим весом. Там должны были архитектурная мудрость быть такая, что оно не рушилось. То есть, там, я думаю, и духовное, и магнитные поля, и все, что хочешь, и работало. Когда они строили. И вот, когда есть сильное, крепкое основание, хоть что ты делай, оно будет стоять, стоять. Воды пережили, землетрясение пережили. А когда основание зыбко, все, чуть-чуть ветер подул. Видели, такие летают дома в Америке. Ураган полетел такой. Волшебник изумрудного города. Поэтому, я думаю, что сейчас, если написано время начаться суду с Дома Божьего, все с корней будет начинаться. Господь, это не мы. Он не рубит наши веточки, ходит, обрезает ой, засох листик, червячок поел, чик-чик. В корень секира лежит при корне. Потому что, если в корне проблема, значит, туда придется углубляться, углубляться. Самые неприятные проблемы в теле, это которые внутри тела. То, что снаружи, легко лечат. Но то, что где-то внутри, представьте, есть такая зараза в костном мозге. Ого, как туда забраться? Чтобы человека не убить при этом, чтобы эту заразу достать. Вот оно, до мозга костей написано слово, проникает. В такие сферы, где, вот оно, где вот в ДНК может проникнуть. Представляете, маленькая ошибочка в ДНК, и человек становится инвалидом или неполноценным. Они говорят, почему рождаются люди, да, инвалидами. ошибка в ДНК. Что-то какие-то там не сошлись, несколько элементов в основании, в корне, в зародыши. То есть, вот в этом вот соединении. Ну что, благословения всем нам. следующее.